Жители Люберит смогли проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны. В округе прошла всероссийская акция «Диктант Победы», которая создана по инициативе партии «Единая Россия». Насколько сложным оказался диктант, узнаем в материале наших корреспондентов. Одной из центральных площадок для диктанта Победы стала гимназия номер 20. Проверить свои знания в области Великой Отечественной войны сюда пришли около 30 человек. Диктант состоял из блока с тестовыми заданиями и блока письменных ответов. Впечатление уйма, потому что такие акции обязательно должны быть, чтобы мы помнили о подвиге наших героев и о том, что пережила наша страна. Для того, чтобы жители могли проверить знания и истории, в округе организовали 34 площадки. Участником мог стать любой желающий. Среди них оказались депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий. В нашем округе этим вопросом занимается управление образованием. Нашего городского округа при таком плотном взаимодействии, в содействии нашего отделения «Единая Россия» по Люберецкому городскому округу. Я думаю, что это такой лишний раз такой толчок. Ещё раз заглянуть где-то в учебники, где-то в интернет, в энциклопедию, почитать, посмотреть, уточнить. Ну, то есть это такой живой интерес к тому, что было. Музейно-выставочный комплекс городского округа Люберцы. Здесь собрались 50 человек. Это люди разных возрастов, профессий и национальностей. Никита Соколов участвует впервые. Проверить, может, какие-то свои знания, хотя, наверное, по этому поводу немного переживаю, но будет для меня мотивация, чтобы потом после этого диктанта посидеть и чуть глубже углубиться в историю Второй мировой войны. Участникам потребовалось ответить на 25 вопросов по событиям Великой Отечественной. На выполнение заданий 45 минут. Я волновался и в том году, когда шел и садился за парту и писал «Диктант Победы», так же и сегодня. Как и любого, наверное, человека, эти чувства возврата в школьное время, когда мы садимся за парту, меня тоже не покидают. У нашего историческая память и знания наших детей, нашего более старшего поколения должны отражаться в результатах «Диктанта Победы». Акция «Диктант Победы» в этом году прошла в России и еще 42 странах. В городском округе Люберцы в ней приняли участие около 2000 люберчан. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников. Телеканал ЛРТ.